Привет! Сейчас бы хотелось записать видеообзор на такую неплохую программу, как программа для обоев. То есть можно находить картинки в высоком расширении. Мне кажется, это очень актуально, потому что все привыкли, чтобы рабочий стол вечно изменялся. Или хорошее качество было фотографий. Ну и для этого здесь нам предлагает магазин Windows 8.1 Professional такое предложение, как Backgrounds. Вот. Wellpapers HD. Вот. Так что мы сегодня с вами его установим, посмотрим, какие же там картиночки есть и действительно ли там они находятся в хорошем качестве. Вот. Напоминаю, что мы работаем с магазином Windows 8.1 Professional. Категория у нас сейчас развлечения. Вот. И устанавливаем мы сегодня программку, приложение с большим выбором фотографий, картинок в высоком расширении. Вот. Смотрим, как обычно, скриншоты этого приложения. Что мы здесь видим? Много ярких картинок мы видим. Видим кнопочку «Установить». «Установить». Оценка 4.5 очень даже неплохо. Вот. Разные отзывы, конечно. Почти. Программу нужно дорабатывать. Идеальная программа. Вот. Наверное, для этого мы записываем наш видеообзор, чтобы понять, какая же она на самом деле. У нас описание всё на английском языке. Но здесь посмотрим, какие же есть ещё. Есть русский, слава богу. Но почему-то я не могу понять, как их менять. Вот. Конечно. В этом недоработка, может, магазина или я не знаю чего. Уже много. Ну, в принципе, здесь видно на скриншоте то, что есть кнопочка настройки. Но вот в других приложениях, там, где был заявлен русский язык, я не могла его поменять. Вот. Мне кажется, много таких людей будет, действительно, у которых не будет возможности это сделать. Потому что нету отдельной кнопки с настройками конкретно приложения. Не профилей всяких там, не всего-всего, а именно приложений. Вот. Наша программка уже установилась. Видим на приветствии картинки яркие, всяческие такие красивенькие. Вот. Сейчас откроется и посмотрим. Так. Не знаю, что здесь написано. Нажимаю next. Дальше нажимаю next. И тут нажимаю start. Всё. Не хочу даже вникать, пробовать перевести, потому что это неудобно. Так. Сразу же хотелось бы посмотреть настройки или что-то типа того. Вот. Здесь выберем сейчас самые популярные. Или как их можно выбрать? Скорее всего, сейчас идёт скачивание или что здесь такое, я не могу понять. Ну, подождём, пока она начнёт работать. Потому что вот эти вот шарики, которые вечно бегают туда-сюда, не означают или закачку, или ожидание какое-то. Вот. Будем надеяться, что сейчас закачивается обои. Ребят, ждала минут, наверное, двадцать. Ну, как-то ничего у меня не происходит. Не знаю, почему, по какой причине. Вот. Единственное, что смогла найти, это если правой кнопкой мыши нажать вот сюда, например, то здесь высветятся какие-то обои. Вот. А что ещё здесь есть? Ну, вот, сейв хочу. Вот. Сохранилось. До этого не получалось сохранить. Вот. А как дальше клацать, почему-то непонятно. Почему? Разработчики. Ну, почему? Вот. Не знаю, что ещё можно здесь сделать. Вверх-вниз, вбок, стрелочки. Вообще ничего не работает, колёсико не работает. Мышкой пытаюсь что-то сделать. Вот. Только можно сделать вот так вот. Всё. Вот. Возможно, будет легче делать скриншот, потом вставлять в пейнт. Ну, я не знаю, как, честно. Потому что пыталась как-то и разобраться, и где здесь настрой, и как можно поставить русский язык. Потому что сколько можно уже этого английского, уже немножко так надоело, честно. Вот. Ну, в принципе, посмотреть по качеству этой картинки. У меня выпадали ещё две. Я не знаю, как у меня получалось их перекладать, но честно. Вот. По качеству этой картинки видно, что яркая, офигенная картинка. Получилось скачать, может, даже поставлю на рабочий стол. Буду радоваться. Но ещё больше буду радоваться, когда уже устранят эти все проблемы, неполадки. И будет всё понятно на русском языке, хотя бы что происходит. Потому что... Сейчас мы вернёмся обратно. Вот здесь вот что-то происходит. Что это? Ну, не хочу уже напрягаться. И думать, и находить. Короче, если что-то изменится, что-то закачается или ещё что-то, то напишу снизу комментарий. Вот что же всё-таки получилось. А сейчас 20 минут ждать... Чудо. Не получается. Вот. Надеюсь, у вас всё получится. И, надеюсь, скоро во всех приложениях магазина устранят такую проблему, как по умолчанию не стоит там русский язык, Например, хотя бы по стране выбирали бы. Или там делали поддельную кнопку настроек. Вот. Ну, потому что не видно её здесь. Вот. Слайд-шоу, поиск, скачка. Ну, непонятно, что здесь, честно. Кнопки, настроечки нет. Здесь, к сожалению. Вот. Ну, будем надеяться, что сейчас обновляется база, может, каких-то картинок. Вот. А в ближайшем будущем уже они все закачаются. Я смогу их на все посмотреть, выбрать для себя. И вы тоже сможете это сделать. Всё, в принципе. Ставьте пальчик вверх, подпишитесь на наши обновления. Будет много чего интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok